Проект «Читай быстро» представляет. Главный из книги Дарьи Варламовой, журналистки, научившейся продуктивно жить с диагнозом биполярного расстройства в своем уме. 10 основных фактов. Не забудьте подписаться на канал и наброситься на колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. Самая ценная валюта нашей жизни – энергия. Постоянно следите за своим энергетическим балансом и чутко относитесь к эмоциональным сигналам тела. Это может сделать периоды эффективности максимально продолжительными. Пользуйтесь методом помидора. Под этим термином подразумевается и небольшой промежуток времени, около 25 минут, в течение которого можно легко сосредоточиться. А между помидорами можно делать перерывы, отвлекаясь на другие дела или просто расслабляясь. Перестаньте думать, что отдых нужно выиграть как приз. Все наперебой рассказывают о том, как нужно эффективно работать. Однако никто вокруг не задумывается, что отдыхать тоже нужно продуктивно. Отдых – это естественная потребность каждого человека. Факт номер 4. Цель не достигается из-за правильной постановки. Помните об этом и старайтесь сделать так, чтобы каждая ваша цель была конкретной, измеримой, достижимой и привязанной к конкретным срокам. Не унывайте из-за обстоятельств. Пара часов для этого достаточно, а потом следует взять себя в руки и начать действовать. Для начала ответить себе на 5 самых важных вопросов. Их вы найдете в статье по ссылке сразу под этим роликом. Пора рвать замкнутый круг. Например, если вы сильно устаете от работы, а вас окружают одни хронические трудоголики, введите в круг своего общения симпатичного, но безлаберного приятеля. Наблюдение за ним напомнит вам, что жизнь – это не только работа. Факт номер 7. Научитесь общаться, не выходя из зоны комфорта. Психику человека зачастую тревожат непонятные или непривычные реакции окружающих на происходящее. Если преодолеть страх перед непривычным, попытаться вмигнуть в ситуацию, то мир зачастую открывается совсем с другой стороны и становится гораздо более дружелюбным. Неумение осознавать эмоции осложняет жизнь. Чем лучше человеку удается разобраться в собственных эмоциях и ощущениях, тем легче ему удастся осмыслить важные для него ценности, а также мотивацию других людей. Депрессия – это явление с самоподдерживающимся состоянием. И в этом главная проблема. Она как бы ходит по кругу, снижая тонус и силы. Из-за этого вы чувствуете себя неудачником, занимаетесь самобичеванием и подпитываете новый виток. Десятый факт. Включаем поведенческую активацию. Во время депрессии важно сконцентрироваться на том, что вас хоть немного радует или интересует. Преодолейте себя и начните делать что-то приятное для себя, не требующее больших усилий. Сделайте это силой воли, независимо от желания. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Подписывайтесь на канал, набрасывайтесь на колокольчик, слушайтесь маму и читайте книги вместе с Читай Быстро! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...